Ну что ж, дорогие друзья, я представляю вам мою гостью. Это пресс-секретарь Акима города Айгирим Джумагулова. И она нам сейчас расскажет, как город будет оформлен к Новому году. Айгирим, вот сегодня задалась таким вопросом интересным. Что делать, если нет праздничного настроения в душе? Можно ли это как-то исправить? У вас бывало такое? Праздничное настроение? Ну, я думаю, если нет праздничного настроения, надо делать так, чтобы... Надо его создать. Да, надо создать. Потому что мы, как Акимат, пытаемся это сделать по оформлению города, как вы можете замечать, по улицам, вот этим центральным большим улицам, особенно по вечерам. Но когда видишь это оформление, новогоднее настроение, само собой рождается такое настроение. У меня появилась тоже интересная мысль. Вот проезжаем с ребёнком по городу, он говорит, ну почему в центре всё так красиво, а вот уже чуть дальше центра уже нету ни тебе ёлочных огней, ничего. Почему? С чем это связано? Вот как раз таки я об этом и хочу рассказать. Вообще в этом году по городу установлены три больших ёлок. Это, как бы, сами можете видеть, это площадь Аль-Фараби, 18-метровая ёлка, также аллея Шамши-Калдаякова и административно-деловой центр. А вот как раз таки состоялась церемония сожжения ёлки, огней с участием руководства области, города, где вот был грандиозный праздник. Да, праздник был потрясающий, конечно, запоминающийся. Если люди живут не в центре, то они могут, в принципе, приезжать, смотреть, участвовать, потому что таких праздников достаточно по городу. И до конца Нового года тоже будет, то есть 31 декабря будут такие праздники. То есть на праздники участвовало около 100 Деда Мороза, 100 Снегуречек, да? И вот было хорошее настроение. Также, помимо этого, вообще вы сами были свидетелем, как в прошлом году, по инициативе Акима города Габрида Рахматуллаевича. Деньги и средства, выделенные на оформление города, были перенаправлены для детей из малобеспечных. Сирот, да. Да, семей, сирот, да. Ну, вот, кстати, люди задаются вопросом, будет ли продолжение. Данная инициатива сопровождалась очень огромной поддержкой. Со стороны средств массовых информаций, они очень хорошо поддержали, спасибо всем за это. Со стороны горожан, это вообще была очень хорошая акция, я бы сказала. В этом году специально для оформления средства выделены не были, но благотворительность, а благотворительность тоже не было забыто в своей очереди. То есть, 804 детям, детям-сиротам, так сказать, да, были выделены, как бы, подарки. То есть, подарок в размере 20 МРП, 42 тысяч тенге. Это в совокупности получается около 34 миллионов. А эти деньги как, они им на счет поступили или были куплены подарки на это? Нет, на счет поступили. Деньгами были, да, они, как бы, подарок. Изначально эти деньги, средства выделялись как подарки для сирот. А для оформления отдельно таких средств не было. То есть, были использованы атрибуты прошлого года, все вот эти. Также поддержали наши спонсоры. Наши, как ты так сказала, сделаем. Ну, вот знаете, Игорь, я сейчас подумала о чем. Ну, почему мы люди сидим и ждем, когда же Акимат что-то сделает? Вот вспомним элементарно фильм «Один дома». Помните, как они каждый соревновались? А может, пора уже Акимату объявить конкурс? На лучшее оформление новогоднего дома. Да, 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 вы очень, так сказать, хорошая идея. Я это обязательно, обязательно буду поднимать. Озвучьте ее, пожалуйста. А вам я сейчас предлагаю посмотреть сюжет о том, как за границей люди, не дожидаясь никаких абсолютно конкурсов, вот просто украшают свои дома на Новый год и радуются, и окружающих тоже радуют. Кстати, сама лично в следующий год, даже не следующий, наверное, в этот год, если успею, сама лично буду оформлять. Надо, наверное, начинать с себя. Давайте посмотрим сюжет, а дальше продолжим. Каждый год с наступлением рождественского сезона дом Розы Крэмер в баварском городе Майнбернхайм преображается. Его стены украшают тысячи разноцветных огней. Рядом выстраиваются в линию светящиеся Санта-Клаусы и снеговики. Между ними – рождественские елочки. Окунуться в сказочную атмосферу ежедневно стекаются местные жители и туристы. «Здорово, что здесь столько огней. Мы заметили, что в Нижней Франконии не так уж много рождественских украшений. А это что-то совершенно незаурядное». «Здесь так замечательно. Вложенные во всё это труды восхищают. Когда сюда приходишь, возникает ощущение праздника». Светящиеся инсталляции можно рассматривать часами. Здесь есть и Санта, мчащийся на санях с запряжённых оленями, и ангел со свечой, и рождественский вертеп. Сказочные персонажи выглядывают из каждого окна. На украшенном гирляндами балконе танцует и поёт рождественскую песню кукольный Санта-Клаус. Примечательно, что лампочки на доме не мигают. «Когда дом украшен к Рождеству, появляется праздничное настроение. Мне кажется, что огоньки успокаивают. У нас нет мигающих гирлянд, потому что они не успокаивающие. Думаю, все эти вещи хорошие. Возникает приятная атмосфера». На украшения дома Рози требуется от 6 до 8 недель. Помогает ей внучка. Праздничное освещение включено здесь каждый день с 4 до 10 часов вечера. «Ну вот, согласитесь, там дом украсили потрясающе, красиво всё. Мы же, если так украсим, это же тоже будет своего рода туристическая возможность какая-то, правильно? Ну, снегом мы заманить не можем, ледовый городок сделать не можем, разве что снеговика из глины слепить. Ну, давайте тогда делать таким образом, может быть. Вообще, инициатива отличная, Зейда. Инициатива отличная. Надеюсь, не наказуемая? Нет. Нет, наказуемая в плане поддержки, наверное. Поддержим с удовольствием. Поддержим с удовольствием. А так вообще, да, со стороны жителей это не особых таких... Они всё равно будут украшать ёлочку, да, создавать атмосферу, там, для детей делать подарки. И вот внешний дом если оформить, и это будет очень красиво. Поэтому, друзья, давайте не будем пока ждать, когда нас будут как-то стимулировать местные власти, сами себе и окружающим будем создавать праздничное настроение. Да, было бы хорошо. Айгерин, спасибо, что были сегодня с нами. Ваши пожелания всем, кто нас сейчас смотрит? Пожелания. Пожелания – это всем успехов в Новом году, новых-новых таких успехов. И всё сделать так, чтобы завтра не пришлось жалеть. Если даже пришлось жалеть, то просто было приятно вспоминать. Всем с Новым годом, да. Спасибо, всего доброго.